Привет, друзья, с вами Ваймс, и это Monster Hunter World Iceborne, в который только что добавили Арктемпер Немиэля. И только что, это именно только что, потому что записываю это видео я буквально через 10 минут после того, как Арктемпер Немиэль стал доступен. Добавили его как апдейт некоторое время назад, неделю назад конкретно, но квест появился только сейчас. И в этом видео я покажу свой первый ран этого квеста. Насколько хорошо он пройдет, посмотрим. И если он пройдет нехорошо, то после этого я побегаю еще немножко и запишу еще один ран, может быть, с посткомментированием, может быть, не с посткомментированием, но уже совсем успешный, совсем хороший. И объясню, как эту хрень убивать. Если я убью ее с первого раза без проблем, то я просто в этом ране объясню, как эту хрень убивать и покажу. Так что да. В общем, это такой мини-гайд по Арктемпер Немиэлю. Если вы не в курсе, что такое Арктемпер Немиэль, то это очень сложные, очень эндгеймовые версии Древних Драконов, которые доступны как события. Доступны они ограниченное время, но потом заново приходят с фестивалями и все там подобное, и просто по ротации. И Арктемпер Немиэль это первый Арктемпер Немиэль, который доступен в Айсборне. До этого в обычной игре были все Древние Драконы обычной игры в их архизакаленных вариантах. У них такая вот красная обводка, у обычных закаленных фиолетовая, у архизакаленных красная. Они дамаговее значительно, у них обычные есть там одна-две новых обилки каких-нибудь, может быть какие-то новые механики. И за них дают новые сеты брони. Гамма-версию сеты брони этого монстра, плюс какие-то внешки обычные дополнительные. Причем вроде как есть информация, какие именно внешки дают за Немиэля, но я точно не помню, какие именно. Сейчас пройдем и выясним. По гамма-броне тоже уже была информация, так что ее статы тоже можно было посмотреть заранее, но я этого опять же не сделал. Ладно, поедем убивать нами. И поеду я туда с Болтером. ЛБГшка это прям-таки самый легкий вариант против обычной версии Немиэля. Может быть на Арктемпердет не будет работать по какой-то причине. Но против просто обыкновенного Немиэля огненная ЛБГшка это просто... Это делает его из одного из самых неприятных монстров, одним из самых халявных, потому что он убивается мгновенно и по сути ничего не может сделать. В данном случае у меня адский выстрел Сафи, проапгрейженный полностью в атаку и боезапас стихий. Если у вас нет пушки из Сафи, почти так же хорошо должна работать кияровская пушка из Кулф Тарот, которая имп-блеск что-то там, которая стреляет очередями огнем и которая имп-блеск огонь или имп-блеск король или что-нибудь такое, я не помню точно как она называется. Но суть в том, что там меньше магазин, но больше урон, насколько я помню. Так что она будет наносить больше за выстрел, но чаще перезарядки и ДПС у нее в итоге ниже. Но выше дамаг за полный боезапас, так что такой вот размен. И Сафи в итоге выходит немножко получше все-таки. Но если у вас Сафи нет, если вы не нафармили достаточно ее, то можно нафармить Кулф Тарот сейчас. Ну ладно, я съем блюдо, я уже использовал Таун Гурмана. Я съем вот такой вот вариант. 6 единиц свежего мяса и оно все во втором ряду. Дерзкий кот дается навык, это защита от ваншотов. И защита от ваншотов на Арктемпер монстрах вполне помогает, потому что они вполне умеют ваншотить. Но посмотрим на сколько. Я возьму с собой кота, у него ядовитая пушка, у него хилка. Собственно все. Ну и у меня свой билд я слегка уже показал. Конкретнее, если смотреть украшения и смотреть навыки, то у меня атака огнем в максимуме, подстрекатель, презрение, усиление здоровья, усиление крит-атак, вольные стихии снаряды, окно уклонения в 3, божественное благословение и спротивление порчи. И по сути это все. Печать сафидживы пятого уровня. По сути просто сет сафидживы, в который вставлено все, что в него вставлено. Презрение очень хорошо работает с сетом сафидживы, подстрекатель в принципе очень хорошо работает, атака огнем тоже неплохо. Крита у меня не очень много выходит. 5 база, 30 подстрекателей вроде бы. Или 20. Я не помню так сходу. В общем сколько это подстрекатель? 40 от сета сафи. В общем сотни не набирается точно. Но хватает. Можно было бы эксперта напихать вместо чего-то, но это нужно вместо чего-то. И в итоге может быть даже получится не лучше. Есть интересный вариант вставить сопротивление порчи вместо чего-нибудь опять же. Но я не придумал. Типа вместо живучести не факт, что хороший план. Но с третьим уровнем сопротивления порчи мне будет абсолютно пофиг. Как элементальный урон нами в том плане, что он не будет накладывать порчи. Он мне не будет абсолютно пофиг в плане урона. Но на меня не будет накладываться водяная порчи, которая очень сильно режет реген стамины. И не будет накладываться шок, который заставляет меня значительно лучше станется. И то и другое очень напрягает. Так что... Это может быть вариант с другой стороны. Третий уровень. Точнее, второй уровень сопротивления порчи, который у меня есть. Он дает типа там 90% снижения длительности всего этого. Так что может быть оно и не нужно больше. Типа ну накладывается на меня что-то из этого. И через буквально там 5 секунд оно с меня отваливается. Не уверен. Но погнали. Пламенные снаряды. Это то, что мне нужно. Сонные снаряды еще можно использовать с этим... С этим болтером. Но я не факт, что буду. Посмотрим, как пойдет. И я пойду по следам. Я не уверен, где она спавнится. Какие-то тут странные звуки. Это Гайвак издает такие странные звуки. Не похоже. Но... Нами подо мной в пещере. Она вообще тут бывает. Видимо. Ну ладно. Какая-то она сразу электризованная. Это немножко нехорошо. Но попробуем сразу же ее вторанить. Видимо это первое отличие, что она сразу начинает с электричеством. А, и это был чарльз на половину моего ХП. И полет. Ну ладно, электричество на самом деле не настолько проблема. Так что это меня не особо пугает. А, лазеры немножко проблемы. По-моему, она ведет его в другую сторону. Ну ладно, посмотрим урон. Урон нормальный. У нее больше ХП, чем у обычной версии. Где-то на треть, насколько я знаю. А, и так же она иногда получает нули. И так же подо мной была лужа. И как-то тут в принципе много луж. Ладно. Крылом она все так же шатает. Но эта волна не изменилась. Вот с меня уже сошел шок, который на мне был. А куда она получает нули, мне интересно. Потому что это все серьезно меняет. Окей, это была вспышка, которая мне не особо была нужна. Она получает нули в тело, по-моему. В середину тела, типа. А, ну. Придется стрелять по крыльям, может быть. По хвосту нормально не дамажится. Яд на нее кот наложил. Она тикает по 40. Яд против нее достаточно эффективен. Но я не понимаю, как проходит мой урон. Потому что некоторые выстрелы наносят нормальный дамаг. Некоторые выстрелы наносят ноль. И я совершенно понятия не имею, какие из них. Как работают в этом плане. Ну ладно. Основание крыльев вроде бы по нулям. Само крыло как-то когда как. Иногда ноль, иногда нет. Голова точно нормально получает. На обычной нами достаточно просто стрелять сквозь нее. Через всю длину, по сути. И этого хватает. И она получает нормальный урон всегда. Ну, не, не всегда. Но она получает, по крайней мере, нормальный урон в том плане, что нуля ниоткуда не выскакивает. И таким образом она прекрасно убивается. С этой будет явно немножко хуже. Но с другой стороны это всего лишь означает, что мне придется несколько раз за квест. И да, это явно лазер в другую сторону. Мне придется несколько раз за квест ходить в лагерь, взять патроны. Ок. Небольшая проблема в том, что Сед Сафи меня дамажит с каждым выстрелом. И он меня отхиливает время от времени. Но этого в данный момент не хватает. Уже ультует. Быстро. Ладно, я полежу. Какая она красивая, когда... Когда сухая. Ну ладно. В общем, лазер в другую сторону. Это очень путает. И это слегка интересно. В остальном она сразу электрическая. Она спамит полет. В том плане, что она там сколько раз? Четыре раза кровом ударила из воздуха. С воздуха, как это сказать? По-моему, она обычно это делала не больше двух раз. В остальном я прям каких-то совсем супер новых атак не замечаю. Но посмотрим. Я буду после каждой арены на всякий случай брать патроны. Скорее всего, я могу там один боезапас растянуть на две арены. Или на три. Или, может быть, на весь бой. На обычную нами совершенно легко хватало одного полного боезапаса этим билдом мне. И еще там оставалось где-то, не знаю, половина. Ну не, не половина. Как бы у меня сейчас 60 патронов. И я могу еще их докрафчивать. И у меня в итоге оставалось штук 30. То есть половина одного полного боезапаса без учета докрафтов. Или как это сказать? Но при этом докрафчивать я могу, по-моему, где-то 120 еще. То есть в итоге оставалась где-то одна штая. Ну ладно. Она сухая, и теперь она получает... Ай, да. Лазер не в ту сторону. Теперь она получает больше, что, собственно, абсолютно не характерно для нами с таким билдом. Потому что в нормальной ситуации сухая нами получает значительно меньше урона от этого билда. Потому что у нее элементальные резисты становятся совершенно ужасными. А здесь она перестает получать нули. А, и это хорошо. Ну ладно, можно ее вторанить наконец-таки. И после этого... Поставить немножко мин. И повзрывать немножко мин. Окей, а это лазер в обычную сторону. То есть она и так, и так умеет. Это подло. Эти лазеры, как всегда, которые три линии. Может быть, она их в обратном порядке делает. Я... Ай. Точно не уверен. Что она типа справа налево начинает или слева направо. В обычном своем варианте. Но, по крайней мере, она сначала из стороны в сторону. Нет. А потом вперед. Это всегда так было. Ну ладно, она напилась. И теперь она снова получает нули иногда. На этой ремикс с ней не очень... Ай, хорошо сражалась. Вау, как она меня достала. И как она больно до меня достала. А на этой ремикс с ней не очень хорошо сражаться. Потому что тут всякая трава, из которой мало что видно. Вот потерь. Эта волна идет в два этапа каскадом. Окей. Это новое что-то. Прыжок с электрическим совершенно обычный. И... Да. То, что лазер в разные стороны... Это нехорошо. Добьет она меня? Нет, но... Ну, на самом деле, может быть и да. Потому что хелиться мне не то, чтобы прям особо есть чем. Ладно, пока кот ее отвлекает. Я немного все-таки обхилюсь. И она меня зашатает и... Подведет под свою атаку. Она умеет такое делать. А шатание, кстати, контрится водным покровом. Вроде бы. По крайней мере, меня в водном покрове ни разу не шатало. Хотя вроде бы я был... В ауешках этих атак. Так что я считаю, что оно контрится водным покровом. Но... Э... Я и так не особо понимаю, когда она меня считает. Ну, в принципе, водный покров в этом плане довольно-таки полезен. Окей, она зафлинчилась. Проблема в том, что мне нечем ее сторонить. А, и проблема в том, что я очень медленно к ней притягивался. Потому что она успела выйти из этого флинча. Ладно. Нет, не надо меня считать. Не надо подо мной воду взрывать. Ок. По-моему, если вот так вот понизу стрелять, а не в крылья, то я больше ей урона не ношу. Так что, наверное, стоит этим заняться. Типа у нее крылья не получают нормального урона, а тело вполне получает полностью все, что я ей пытаюсь сделать. Я так же не помню, насколько у нее был такой вот микрочардж головой. У нее какой-то микрочардж головой явно был. Ну, по-моему, не совсем такой. Может быть, на меньшее расстояние. Штепана один раз только тыква. Сейчас она как будто иква и два раза подряд. Сначала слегка вправо, потом слегка влево. О, уже? Ну, арена меняет быстро. А, пф. Я пошел назад, потому что я думал, она лазер вот этот тут сделает. И зашел в ее атаку. Мне кажется, она вот так вот чарджилась на меньшее расстояние. Но в любом случае от этого рейнджевым билдом несложно увернуться. И она, кстати, не. Я сказал, арена, она меняет быстро, но она не меняет арену. Она осталась здесь. Просто ультанул и все. Ай. Я не хотел этого ловить. Кот, ты только что достал Асу, куда ты ее обратно засунул. Вернее, Асу. Не успел перекатиться. Он сейчас сначала не думал, что она до меня достанет. Он не успел перекатиться. Почти все мои хилки. Это не хорошо. Ок. Она надо мной прошла. Я не хочу находиться в воде. А, я в какой-то караулку подаю или во что-то такое. Хорошо. Ох, я что-то ей повредил. Это хорошо. Ну да, получается, что если обычный было достаточно эффективно стрелять как бы сквозь крылья, сквозь основание крыльев, то это основание крыльев как раз-таки блочит все, так что нужно стрелять сквозь голову, сквозь все тело. Но при этом это довольно эффективно работает. Блин, что она там делает? Ами, вернись. Она меня этим задамаживает или... Или мне показалось? Ну нет. Учитывая, что она мне в красных полярной отказалась. Она меня этим блин с ног сбивает. И сейчас задамаживает. Блин, у меня есть где-то на хабаре. Нет, конечно же. Я хочу вот так сделать, а то у меня хиво как-то нет. Так. Возьму еще хилки, возьму еще патроны. Ну, в принципе, как бы все идет хорошо. Я попадаюсь под какие-то атаки, к которым я не привык. И они меня сносят 90% хп, так что приходится массовые хилки жрать. Но в целом... Дамажится она нормально. Если правильно стрелять. И в принципе ничего прям суперсложного нет, кроме того, что нужно привыкать уворачиваться от лазеров не в те стороны, в которые обычно. Ну и так же она примерно всегда электризованная. В обычном бою она на самом деле тоже примерно всегда электризованная после там первых трех минут, потому что она там вначале начинает без электричества, но очень быстро становится электрической. Ладно, я от этого так увернусь, что я далековато. Ммм, стоп. Такое у нее было? Еще раз ультует. Что она как бы чарджится вперед слегка и этим пускает волну по земле. Потому что я не помню. Вроде бы даже нет. То есть может быть это какой-то новый элемент. Не уверен. Следы я, пожалуй, пособираю. Я не помню, кстати, давали ли расследование на обычных закаленных монстров за следы архи закаленных на хайранке. Мне кажется, что да. Но точно не помню. Так что поэтому я в основном собираю следы. Так, в принципе, у нее нет особого какого-то... Как бы особого эффекта у ее следов. То есть нельзя получить расследование на архи закаленную нами. Нельзя собрать какой-то лут особый с ее следов. То есть в целом по всем параметрам это совершенно обычная версия на мейля. Только с бонусной наградой за квест и там с парой новых атак и с другими статами. Ну ладно, эта арена это ужасно. Особенно когда я снизу прихожу. Можно она на меня сагрится прямо сейчас? Потому что сейчас будет стандартная фигня, которая почему-то в этой игре так работает, что я поднимусь. А эта хрень спустится. Но я, пожалуй, тоже спущусь, потому что внизу мне больше нравится. Почему-то мобы так реагируют на вход на такие арены. Что они начинают агриться до того, как я, ай, на них полностью вхожу. И решают, что хороший план это пойти туда, откуда я на эти арены вхожу. Но эта арена немножко ужасная, потому что тут места нет. Обычная версия на мейля тоже сюда приходит иногда. И учитывая, что эта хрень занимает примерно всю эту арену. И учитывая, что эта хрень любит вот так вот чарджиться и делать прочую подобную хрень. Сражаться тут немножко невыносимо. Ну ладно. Нет, не шатай меня. Вот эти вот крутилки лазером, не вот эти, а то, чем она меня до этого задамажила в прошлый раз, то, что она делала прямо перед этой, перед этим лазером. Это самая неприятная атака, в принципе, для такого билда, потому что под них очень легко попасть. Особенно, если она начинает эту крутилку делать куда-нибудь в кота, а не меня. Окей. Можно второнить. Это нужно чаще использовать. Потому что это позволяет мне... Ай, нет. Что я делаю? Это позволяет мне наставить мин. И нанести кучу дополнительного дамага. Мины хороши еще и тем, что она делает какие-нибудь атаки и втаранивается в них. И это меня убило бы. Нет. Если бы не дерзкий кот, я еще и не ту силку съел. Начал есть. Потому что я хотел вот этого, полную. Ну, опять же, эта арена абсолютно ужасна. Я надеюсь, она скоро отсюда свалит. Но, учитывая, как долго она на предыдущей оставалась, все нехорошо. Окей, ну это хотя бы не у меня. Тут нифига не видно, потому что тут всякая трава. Тут места нет. Тут немель 90% фарены занимает. И ее ауешки 95% фарены занимают. Но она сваливает. Хорошо. И она просто сваливает или она уж хромает? Нет, она просто сваливает. Я пойду в лагерь. Во-первых, таким образом я быстрее доберусь туда, куда она сваливает. Во-вторых, смогу взять еще хилок и патронов. А сон можно было бы использовать, сонные снаряды, чтобы ее усыплять и вторанивать в стены, например. Как раз на той арене хорошо бы зашло, наверное. Так что, может быть, стоило этим там воспользоваться. Потому что, когда я усыпляю монстра, его потом обычно не получается повернуть. То есть, нужно его вторанивать именно туда, куда он смотрит. И на какой-нибудь большой открытой арене немножко сложнее усыпить его так, чтобы он смотрел прямо в стену. А когда вся арена размером с монстра, то куда он не смотрит, впереди стена. И как бы в этом плане все довольно хорошо. Ну, не знаю. Пока эта хрень фокусит кота, можно немножко урона нанести. Вот это вот, что за атака было только что, я не совсем понял. Потому что это похоже... Блин. Я думаю, не зацепит. Но это похоже на плевок водой просто. Но он, во-первых, одиночный, в то время как она всегда по два раза плевет водой. А во-вторых, он какой-то ближнего боя у Яшка или что-то типа того. То есть, может быть, это новый атака. Может быть, это она плевком воды одиночным почему-то попадает просто в землю прямо перед собой. Из-за этого он детонирует прямо перед ней. Я на сто процентов не уверен, что из этого тут происходит. Окей, меня зашитал, но я успел похилиться. Хорошо. Я мог бы, кстати, еще раз поесть. Снова на дерзкого кота. И он вроде бы так работает, что его можно несколько раз за квест применять таким образом. Единственное, что я не мог бы поесть точно так же 6 единиц свежего мяса. То есть, мне пришлось бы использовать овощи или рыбу. Но, в принципе, овощи это хороший план. Потому что все эти софидживы, в котором я сейчас с 6 овощами, у меня будет иммун к статусным эффектам. У меня почти и так иммун в том плане, что они с меня спадают буквально за пару секунд. Так что это не так критично. А. Ну так было бы совсем. Мун. Повредил я тогда крыло, кстати. Потому что оно все дырявое. Успею. Успею. Привет, стена. Привет, еще немножко мин. Это даже застагивает чуть-чуть. Жаль, вот это вот не сдетонировал их еще раз. Ну вот это детонировал, тоже вариант. Я не хочу тут быть в коридоре. Так что я отбегу. И подберу, кстати, драконье зерно, которое тут вывалилось. Чтобы было чем в следующий раз таранить. А, окей. Для меня не долетело, хорошо. Ну и урон достаточно хороший. Там 60, 40, 20. Типа по 60 в голову впадание наносит. И там по 20-40 во все остальные части тела, кроме крыльев, которые получают по нуля. И то не во всех местах. Потому что в некоторых местах крылья получают нормальный урон. Ок. Дай ведь эту ульту совершенно легко. Ммм, по-моему, кстати, в обычной версии на мель орет перед ультой. И из-за этого ее немножко сложнее давить таким образом. Интересно. Так же интересно, куда она. А, она спать уже должна. Потому что черепа у нее уже есть. По-моему, когда она взлетала, их не было. Так что ее ядом, видимо, дотикало. Так что она сейчас полетит вниз и потом спать. Может быть и так. Ну, я возьму еще в основном патронов. Потому что у меня тут такой... А, это не тот комплект. Потому что аптечки я не потратил особо. А патронов уже там типа 16 вместо 20 запаса. И скрафченные, неполные. Ок. Она все еще внизу. Проблема в том, что я сейчас спрыгну, сделаю по ней две атаки, она свалит в гнездо. Или, может быть, она спит здесь просто. Такое, конечно, тоже возможно. Да, она спит здесь. Это нехорошо, потому что тут я ее не смогу вторанить никуда. Но, с другой стороны, там есть гайолаки. Так что я смогу ее вторанить в них. Сработает? Должно, правильно? Да, гайолаки нападают на монстра за нас. Интересно, они тут всегда? Или мне так повезло? А, у меня нет еще одной мины. Ну, если мне повезло, то это там пара тысяч лишнего урона. Что, в принципе, не делает этот квест сильно проще, но весело. Окей, она пьет. Я, по-моему, урана перекатился, но она как-то не попала все равно. Интересно. Может быть, без кота было бы, кстати, проще, если бы она чисто на меня агрелась. А, я зря перезаряжаюсь. Ну или нет? Ха. Я не зря перезаряжаюсь. Окей, валяется. Можно еще одну мину поставить, которая все-таки дозарядилась. И готово. Зверь убит. Изи. Ну, условно, две смерти, потому что один раз меня кот спас, и один раз дерзкий кот прокнул. Но, собственно, та арена ужасная, где дерзкий кот прокнул, а обычный кот, я уже не особо помню, что там... А, хм. Не, я не особо помню, что там было. Как я умер. Лазер не в ту сторону был. Вроде бы лазер не в ту сторону был. Ну да, лазер не в ту сторону путает. Как бы, если я привык уворачиваться от этого лазера там влево, а тут от него иногда нужно вправо, это как-то нехорошо. Но в остальном, как бы, я даже не уверен, какие тут атаки новые, кроме того, что лазер в другую сторону. И кроме того, что она больше раз подряд может кровом ударить в воздухе. И то, может, как бы, я не видел ни разу, чтобы обычное било больше двух раз подряд, но, может быть, она просто умеет, и сейчас повезло, не повезло, или что-то типа того. Но, в целом, бой похож на обычный. Значительно сложнее именно болтерам из-за того, что нужно целиться не куда угодно, а именно в тело. Но, когда я начал целиться в тело, дамаг стал проходить довольно хорошо. Так что, в этом плане все довольно просто. 23 минуты 30 секунд. Обычную нами этим же билдом я убивал где-то за 10. Без особых проблем. И там, собственно, значительно проще, потому что стреляешь куда попало, и лазер там всегда с одной и той же стороны. Так что, как-то легче получается. Но, в остальном, примерно то же самое. Как-то так. И за это все я получаю билеты на Меэля. Один гарантированно дают. Могут дать еще один или там еще несколько, в общем, как повезет. Ну, по крайней мере, так было в Арктемперт старых монстрах. Один давали гарантированно на хайранке. И остальные там какой-то шанс на дополнительное. Архи закаленный осколок на Меэль кулон. Ну и сейчас посмотрим, что можно из нее скрафтить. И заодно я еще раз покажу билд. И расскажу, что с ним нужно делать. Что с ним нужно делать, я только что показал. Стрелять сквозь все тело. Не сквозь крылья. Но билд это полностью бета-сет Сафи. Плюс адский выстрел Сафи, который, опять же, можно заменить на Кьяр ЛБГшку. Которая имп ЛБГшка из кул-фторот. С огненными скорострельными выстрелами. Усилители отдачи, усиленный ствол. Точнее, не усилители отдачи, а гасители отдачи наоборот. Усиленный ствол. Скорострельная отдача плюс два пламенные снаряды. Обычная перезарядка, это то, что нужно. Если на Кьяровском ЛБГ можно отдачу плюс один. Или быструю перезарядку. И при этом оставить усиленный ствол. То это будет лучше. Но такие параметры, это то, что нужно. То, что лучше, это уже не так критично. Но, по-моему, там тоже то же самое получается. Там, может быть, нужно другое количество гасителей отдачи. Или там, два гасителя отдачи и ускоритель перезарядки. Или еще что-нибудь такое. Но скорострельность там в любом случае будет. Отдача плюс два, обычная перезарядка. Это то, что нужно. И аугменты в пушке, это чисто элементальный урон. Защита туда просто, потому что больше ничего не влезает в последний сокет. И что касается навыков атака огнем, подстрекатель, презрение, усиление здоровья, окно уклонения, божественное благословение, усиление крит-атак, вольные стихи снаряды для увеличения магазина. И, собственно, все. Плюс этого и бонус сайфи. Покрова я так и не заюзал ни разу. Но да. Можно то же самое собрать в других сочетаниях. То есть если у вас там много самоцветов, мало самоцветов ярости, но много самоцветов подстрекателя, то можно там оберег ярости сделать, оберег, точнее, презрение сделать, и самоцветами подстрекателя разогнать. Можно там оберег пламени квипнуть, и подстрекатель, и ярость разогнать самоцветы. В общем-то, в зависимости от того, что у вас есть, это может собрать по-разному, но скиллы в итоге должны примерно такими быть. Если чего-то не хватает до пятого уровня, и там получится только четвертый подстрекатель, ну, будет немножко меньше урона. Не страшно. Но теперь что, собственно, из арктемпорт намели делается? Намель гамма сет. Почему он здесь, а не после намели альфа и бета? На хайранке тоже так было? Да. Тогда ладно. гамма сет. Такой же по виду, как альфа сет, только красится по-другому. По крайней мере, так должно быть. Да. Я не уверен, как именно он красится по-другому, но можно посмотреть, потому что это его стандартные цвета, красится у него эти части. По-моему, он красится хуже, чем дефолтные. Но я не особо помню, как как именно красился дефолтный. Можно там белый поставить и посмотреть. Не, он не применился все равно. Но можно на нем посмотреть все равно в любом случае. Намель альфа. Он красился светящимися кусками, что как-то лучше смотрится. Ну ладно, допустим. Выглядит так же, красится хуже. Что по статам? Стихийное ускорение и истинное стихийное ускорение здесь. То же самое, что и у обычного. Те же количество, что и у обычного. По сути, это абсолютно тот же сетовый бонус. То есть можно взять какие-то части гамма, какие-то части альфы, например, и получить сетовый бонус. Так что сетовый бонус тот же. Сами куски. Всплеск выносливости 3, механик 1, и сокет на шлеме. Ок. Окно уклонения 4 и атака водой на броне. И сокет 4-х уровневый 1. Марафонит сопротивление порчи на перчатках. Улучшение уклонения, то есть это дальность уклонения. И скорость восстановления, которая увеличивает скорость регена красной полоски. И сокеты на поясе. И телосложение 4 и атака грозой 2 на штанах. И выглядит довольно трешево на самом деле. Уровни хорошие, то есть как бы скиллов много, уровни этих скиллов высокие, но при этом они не очень нужны, эти самые скиллы. Типа окно уклонения в 4. В большинстве ситуаций тройки достаточны, и в большинстве ситуаций вы это берете как дополнительный скилл, потому что у вас там какие-то комбо, комбо-декорации или еще что-нибудь такое. То есть вы не стараетесь билдить окно уклонения, вы его билдите на то, что осталось, что можно еще в сет засунуть. Марафонит в 3, по-моему, вообще никогда никому не нужен. Улучшение уклонения неплохо заходит в некоторые билды, всякие там копья, ганленсы, хбгшки и все такое. В общем, билды с хреновым перекатом, его можно сделать длинным, и тогда он немножко лучше становится. Но скорость восстановления никому никогда не нужна. Теосложение в 4, опять же, обычно не берут. Трех достаточно. Можно считать, что это телосложение 3 плюс атака, грозой плюс сотит, и может быть для лучников электрических это прокатит. Может быть. А всплеск выносливости механик тоже может быть для каких-то лучников прокатит, потому что они используют всплеск выносливости, но тоже не супер. В общем, в итоге довольно так себе скиллы, потому что именно сами скиллы так себе. Ну и сетовый бонус тоже. Так что сет, увы, немножко разочаровывает. Ну и теперь можно посмотреть внешки многослойный доспех. И теперь здесь можно сделать целую пачку новых внешек. Атриан сядет. Такой вот. Круто. Черный пояс сядет. Рыжий пояс в данном случае, но ладно. У меня цвета или... Да, у меня цвета настроены многослойки. Ну да, черно-рыжий пояс, ладно. Нормально. Может быть. Акробат. Серги? По-моему, серги. Да. Серги Акробата. Артист. Чуть-чуть другие. Это, блин, настолько мелкое что-то, что это не особенно видно. Тут одна серьга, тут две другого цвета. И, собственно, все. Ну, по сути, два сета, два набора... сережек. Как-то так. Ну, еще я не показал кулон. Пушек новых нету с Арктемперед Монстров. Это, наверное, главный минус. Где тут вообще этот кулон отображается? Ага, там. Он примерно как с Брахидиоса был. Только других цветов. А так, примерно то же самое. Ну, мне оно нравится. Но мне из Брахидиоса нравился. Так что, видимо, может быть, со всех Арси Закаленных будут такие вот осколки разноцветные. Прикольно. Ну, да. Как-то так. Арктемперед на Мель побежден. Билд я показал, как его побеждать. ЛБГшка я показал. Может быть, я еще потом когда-нибудь сделаю видео, как его Мелишкой побеждать. Может быть, нет. Посмотрим. Но, да. Если что, мои многослойки текущие это, если кому-то интересно, Ксена Гамма Грудь и Пояс, Валхазак, Бета Руки и Гамма Ноги и Дзора Альфа Шлем и мой Боутер это Боутер Софиджива со скином Нердиганта Губителя. Так что, да. Ну, и тогда на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok